Продолжение следует... В следующих двух программах из этого цикла мы уже говорили о том, как правильно поставить свою финансовую цель. Далее в следующей программе мы рассказали о том, какие бывают финансовые позиции у человека согласно квадранта денежного потока по Роберту Киосаки. И имели возможность каждый для себя определить, где мы находимся сейчас и где мы хотели бы находиться тогда, когда достигнем своей цели. Эти вопросы мы обсудили с тренером по финансам Викторией Мартыновой. В нашей предыдущей встрече мы говорили о том, что если доход больше расхода, то мы сохраняем 500 единиц ежемесячно. Давайте посмотрим, как мы можем, исходя из этих денег, создать для себя капитал. Исходя из формулы. Деньги, умноженные на проценты, умноженные на время. Тогда мы говорим, что ежемесячно мы сохраняем 500 гривен. За год мы имеем возможность сохранить 500 умножить на 12. Это будет 6000 гривен. Если 6000 гривен мы сохраняем ежегодно, то мы через 20 лет сможем накопить 120 тысяч гривен. Но формула-то говорит о том, что 20 лет и деньги – это фиксированная сумма, которую мы определили. Здесь есть еще проценты. И если мы обратим внимание и посмотрим книжку Роберта Аллена, то он показывает, как мы можем, исходя из процентной ставки, и через какой промежуток времени получить желаемую сумму. Мы переоценили свои доходы и расходы. Мы научились экономить и мы научились жить на 80-90%. Соответственно, мы каждый месяц имеем возможность откладывать те оставшиеся 10-20%. В нашем числовом примере это условно 500 денежных единиц. Но ведь для того, чтобы накопить определенный капитал за определенное время, скажем, за 20 лет, по формуле, которую ты нам показываешь, нужны не только деньги и время, что мы посчитали. 12 месяцев 20 лет равно 120 тысяч, но еще и процент. Давай более подробно поговорим об этом проценте. Какие возможности есть в зарабатывании этого процента? Что нам дает эти возможности при умножении капитала? Когда мы говорим о процентной ставке, мы говорим о капитализации тех денег. Процентная ставка или капитализация – это восьмое чудо света. Если мы посчитаем, что будет, если мы сможем накапливать эти деньги, о которых мы говорили, сумма здесь является за 20 лет 120 тысяч, если мы берем разные процентные ставки. Где же мы можем накапливать вообще свои деньги или сберегать, вернее, деньги? Мы можем сберегать их дома в тумбочке, мы можем направлять их в банки, мы можем направлять их в бизнесы свои или чьи-либо другие, мы можем их направлять в инвестиционные компании, которые управляют нашими деньгами, мы можем направлять их в компании, которые занимаются пенсионными накоплениями. Давайте мы возьмем пример из книги, как выглядит капитализация при тех затратах, которые предлагает автор Роберт Аллен. Он предлагает такую формулу, как мы можем накопить миллион, если мы будем откладывать один доллар в день в течение 60 лет, что будет с нашими деньгами, если мы их положим под 0%, и через какой промежуток времени мы сможем накопить эти деньги. Автор говорит, что если мы будем откладывать по одному доллару в течение 66 лет, каковы же будут наши накопления? При 0% через 66 лет есть возможность накопить 24 тысячи. Если накопления будут направлены по 3%, то через 66 лет будет 77 тысячи. 10% годовых через 66 лет – 2,7 миллиона. И по 20% годовых – 1 миллиард через 66 лет. И это все откладывая всего лишь 1 доллар в день? И это все откладывая всего лишь 1 доллар в день. В следующей таблице автор приводит следующие цифры. Как вклады различного достоинства способны превратиться в миллион? Если мы будем вкладывать 1 доллар под ставку 10%, это средняя ставка, которая есть в мире, то нам для достижения миллиона нужно 56 лет. Если мы будем вкладывать 5 долларов в день, то до достижения миллиона по 10% нам необходимо уже 40 лет. И если же мы будем вкладывать 10 долларов, то для достижения миллиона нам надо всего лишь 34 года. Сегодня мы поговорили о законах денег. Фактически они составляют рецепт безбедности. Давайте еще раз остановимся на них. Прежде всего мы должны сформировать философию отношения к деньгам и при правильном подходе доходы должны превышать расходы. Далее нужно составить личный финансовый план, в котором четко прописать, сколько хочу, что хочу и когда хочу. Далее нужно выполнить закон сохранения денег, а именно сделать так, чтобы мы тратили всего лишь 80-90% от заработка, а 20-10% сохраняли. Ну и далее, конечно, закон капитализации. Капитал равен деньги умножить на проценты умножить на время. Вкладывайте сохраненные деньги под проценты. А как это сделать, мы рассмотрим в наших следующих программах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok